Вопрос. На протяжении 14 месяцев я болею сахарным диабетом второй степени, который известен как начальная стадия этой болезни. В это время нет необходимости принимать инсулин. Я не принимаю никакие лекарства, но придерживаюсь диеты и делаю некоторые физические упражнения, чтобы сахар в крови оставался на должном уровне. В прошлый месяц Рамадан я попытался поститься несколько дней, но не смог закончить пост из-за снижения уровня сахара в крови. На данный момент, хвала Аллаху, я чувствую себя лучше, но во время поста в Рамадан я чувствую головную боль. Должен ли я поститься, не обращая внимания на болезнь? Могу ли я проверять уровень сахара в крови во время поста? Для этого требуется взять кровь из пальца. Ответ. Хвала Аллаху. Больной сахарным диабетом может разговляться в месяц Рамадан, если пост вредит ему, или ему очень тяжело поститься, или если ему необходимо принимать днем в Рамадан некоторые таблетки или жидкие лекарства, которые принимаются как еда или питье. Всевышний Аллах сказал, а если кто из вас болен или находится в пути, то пусть постится столько же дней в другое время. Сура Корова. Аят 184. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, воистину Аллах любит, когда используют его разрешение, рухса, подобно тому, как ему неприятно, когда ему не повинуется. В другой версии сказано, как любит он, когда применяются его основные веления, нормы. Что же касается взятия анализа крови из вены или другого, то верное мнение гласит, что это не нарушает пост. Однако, если кровь берется в большом количестве, то нужно отложить это на ночь. А если большое количество крови было взято днем в Рамадан, то безопаснее и осторожнее будет возместить пост, так как это похоже на хиджаму. Ибн Баз. Фаттава и Саламия. Том 2. Страница 139. Больной может пребывать в одном из трех состояний. Первое состояние, когда пост не влияет на него. Например, если у него легкая простуда, насморк, небольшая головная или зубная боль или что-то подобное. Подобному человеку не дозволено прерывать пост и разговляться. Второе состояние, когда поститься человеку тяжело. Но пост не вредит ему. В этой ситуации поститься для человека нежелательно, а разговляться напротив желательно. Это является сунной. Третье состояние, в котором может пребывать больной, когда поститься ему тяжело и он вредит ему. Например, когда у больного хроническая болезнь почек или сахарный диабет или подобная болезнь, при которой пост больному вреден. Такому человеку поститься запрещено. Таким образом, становится понятна ошибка некоторых мучтагидов и больных, которые, несмотря на тяжесть поста для них и даже вред поста, отказываются разговляться. Таким мы скажем, что они ошибаются в том, что не принимают щедрость великого и всемогущего Аллаха и послабление от него. И вредят себе, хотя великий и всемогущий Аллах сказал, не убивайте самих себя. Сура женщины, аят 29. Ибн Рассеймин, Ашархуль Мумтия, том 6, страница с 352 по 354.